Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Отсюда стартует эстафета флага WorldSkills. Сегодня знамя международного чемпионата рабочих специальностей прибыло в Сочи. Вспомнили, как это было. Мэр Сочи встретился с представителями студотрядов. В Сочи сегодня утром сгорел автомобиль, а дрифтующий у храма водитель внедорожника задержан. Нет воды, не будет и нелегальных сбросов. На Альпийской перекрыли водовод, а сегодня перерезали шланги от бочек на крыше. На улице прохладнее, значит скоро в квартирах должно стать теплее. Подготовку к отопительному сезону обсудили в Краснодаре. Совещание провел глава края. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Мэр Краснодара получил замечание от губернатора за подготовку к отопительному сезону. Сегодня на совещании по контролю за исполнением поручений Вениамин Кондратьев рассказал о многочисленных жалобах, которые пишут люди. По их словам, почти во всех микрорайонах города батареи в квартирах оставались холодными, когда температура на улице резко упала. ТСЖ и управляющие компании в заявительном порядке подают самостоятельно уже заявление на пуск тепла в конкретный каждый многоквартирный жилой дом. Давайте хватит отчетов. Какие-то там топительные нормы введены. С 11 числа вы ввели топительный сезон, а 1 числа что нужно было? Растираться что ли? Или что, чтобы согреться? Ниже 10 температура не опустилась. Коллеги, вот я вам обещаю, если будут поступать жалобы с очередными похолоданиями, я просто отключу мэрию Краснодара от тепла. Вот и все. И не включу до тех пор, пока все жалобы не прекратятся, пока последняя жалоба не будет полностью разобрана и все причины ее устранены. Вот мэрия будет сидеть без тепла, я вам обещаю это гарантировать. Но так же поступают жалобы наши и на перестол. Жалобы на проблемы с отоплением также приходили из Геленджика, Анапы, Новороссийской, Станицы, Ленинградской. А в Гулькевичском районе несколько дней холодно было даже в одном из детских садов. Губернатор предупредил глав городов и районов. Тепло должно подаваться во все социальные объекты региона. Температурный режим мы в ежедневном режиме проверяем. То есть температура соответствует норме 16 числа. Детский садик в отоплении. О детским садикам просто вообще не шутите. Потому что детский садик это не дай бог заболеют дети, а потом будем подкидываться всем миром. Еще и потом это все надо будет ликвидировать. Все эти последствия ОРВИ, ОРЗ и тому подобное. Поэтому детские сады это особый приоритет. Я даже не думал, что на это внимание нужно будет инцентировать. Вы же коллегам своим из медицинского блока не подкидывайте работать. А то у нас получается, одни проспали, другие потом будут лечить. Во время совещания начальник контрольного управления Максим Туровец также рассказал главе региона о жалобах людей в Приморско-Ахтарском районе. Там местный предприниматель поставил ограждение на Ясинской косе и берет деньги за вход. При этом аренда участка на побережье Азовского моря в год обходится бизнесмену почти бесплатно. Я полагаю, что больше никакой там частный предприниматель не будет ставить эти ограждения и взимать плату по 150 рублей за въезд на Ясинскую косу. Это само по себе нонсенс какой-то. Притом сам платит год 45 рублей. Хотел бы еще пояснить, что к административной ответственности данный предприниматель привлечен в том числе за использование лесов с нарушением условий договора аренды. Мы рассмотрим вопрос о целесообразности продолжения договорных отношений. Я вам хотел предложить, а что вы штрафами так ограничиваетесь? Семенович, я считаю, что на самом деле надо расторгнуть договор с сегодняшним регионатором, а дальше поселение пусть возьмет и займется своим прямым делом, наведением порядка в границах своего поселения. И все. Это и есть закон сегодня, который для всех одинаковый. Больше всего неисполненных поручений губернатора, по словам главы контрольного управления, в этот раз оказалось в Крыловском районе. После замечаний Вениамина Кондратьева местные чиновники пообещали исправить все недочеты. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сегодня попросили сделать железнодорожный переезд. В следующем году пообещали разработать его проект. В Калининском районе местные жители рассказали губернатору о постоянных заторах, которые собираются перед участком железной дороги. Она делит район пополам. Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю разобраться в ситуации. И, судя по всему, выход есть. Глава региона также посетил несколько сельскохозяйственных предприятий. Обо всем по порядку наши краснодарские коллеги. Коломба, Скарлетт, Эволюшн. У каждого из этих сортов картофеля свое предназначение. Сергей Тронь, фермер из станицы Калининской, на картошке собаку съел. В этом году урожайность с одного гектара удалось увеличить до 30 тонн. Для варки у нас идет желтый, для жарки идет красный. Поэтому каждый сорт, можно сказать, для своих целей, для своих предназначений у него. Сезон уборки картофеля на Кубани завершен. По объему урожая Калининский район вышел на второе место в регионе. Во многом и за счет таких крестьянско-фермерских хозяйств, как у Сергея Троня. У него сегодня побывал губернатор края. Венемину Кондратьеву показали технику, на которой работают крестьяне. Неподалеку фермер построил собственное овощехранилище. Заказы на картошку теперь поступают со всей страны. Трудозатрат выше, себестоимость его выше, чем в картофельных регионах. Тогда сколько нам выгодно заниматься на Кубани картофель? Ну, рентабельность, я думаю, процентов 40-50. То есть, если его самым первым начать убирать. Значит, это очень не то, что хорошее. Это очень хорошая рентабельность, если она таковая. Ну, потому что... А за счет чего тогда вы выиграете? За счет того, что ранний картофель идет? Да, за то, что мы самые первые начинаем в России. А со сбытом есть проблемы? Значит, вот последние два года, в принципе, проблемы не было как бы со сбытом. Все из-за чего зависело, потому что в средней полосе России картофель закончился в хранилищах. Картофеля не было на рынке. Вот. Наш картофель ждали с нетерпением. Он появился, его начали брать, стояла за ним очередь. Все его хотели увидеть, все его хотели покушать. Ну, Сергей, я понял одно, что любой сельхозпродукции кубанская нужна своя логистика. Если мы ее почувствуем, если сможем встроиться в эту логистику, притом внутреннего рынка не только Кубани, края, но и России, конечно, все становится выгодным. На внутреннем рынке есть большая потребность и в молоке. Животноводство – не самое популярное на Кубани направление. Этот вид бизнеса требует много вложений и внимания. Но при правильном подходе и он приносит серьезную прибыль. Это доказывает на молочно-товарной ферме «Дружба». В день здесь получают почти 15 тонн молока. Венемину Кондратьеву показывают, в каких условиях живут коровы. Здесь вы, конечно, не увидите тех корпусов, там, кафелем обложенные, выложенные и так далее. Все просто, чисто по-крестьянски. Но все-таки ту задачу, которую ставил перед собой, именно создать нормальные условия, создали. Ну и, естественно, имеем возможность платить нормальную зарплату. Импортозамещение на всех этапах производства. Сейчас основной сельскохозяйственный тренд. Чтобы не зависеть от мировой геополитики, например, на предприятии по переработке семян риса и пшеницы, хотят заняться собственной селекцией. Мы максимально переходим на свое. Коллеги, сегодня понять, вот правильно вы сразу сказали, что нужно максимально сегодня переходить на свое. Кубань должна себя обеспечивать семенами нашей селекции. Это залог будущего сельского хозяйства нашего региона. Почему я сюда к вам приехал? Понимаю, что вы не просто занимались производством семян, а у вас была селекционная станция. И сегодня мы готовы максимально поддержать тех, кто этим будет заниматься. Сельское хозяйство – мощный драйвер развития Калининского района. Но он, к сожалению, и единственное замечает глава региона уже на встрече с местными жителями. Тут, как говорится, не стоит складывать все яйца в одну корзину. Экономику необходимо диверсифицировать. У вас очень качественный подход к сельскому хозяйству. Но только ли вот эта отрасль экономики должна быть максимально развиваться в районе? И есть ли другие предпосылки для других отраслей? Конечно, многоплановая экономика – это всегда движение вперед, очень сильное движение вперед и гарантия от любых экономических потрясений. Ну и как следствие социально. Доход жителей района – это, наверное, самое основное, ради чего мы работаем. То есть вот чего эта экономика? Она же не ради экономики, а ради того, чтобы были рабочие места, чтобы был гарантированный завтрашний день в каждой семье. Разговоры об экономике местные жители перевели в практическую плоскость. Из зала губернатору задали вопрос про железнодорожный переезд между станицами Старовеличковской и Калининской. По сути, он разделяет район на две части. Постоянные заторы в этом месте стали обычным делом. Как следствие, проехать не могут скорая помощь, грузовики сельхозпродукцией и сами станичники. Мы сегодня два раза останавливались, чтобы было переехать, хотя один раз только ехали. Сейчас мы с Андреем Анатольевичем посоветовались. В принципе, он не дешевый, это миллионов 500 он будет стоить, переезд. Понятно, деньги огромные, практически школу можно построить. Проблема, она серьезная, потому что если район разделяется железнодорогой, настолько разделяется, что нужно стоять по полчаса. Давайте начнем проектирование. В следующем году проект готовьте, просчитывайте реальную стоимость. На следующий год на подготовку проекта, через год, дай бог, приступим к стоятельству. Ваше поручение уверен, выполним в следующем году. Проект уже будет с экспертизой, дальше будем уже искать деньги на реализацию. Проблему с переездами железнодорожных путей в Краснодарском крае Вениамин Кондратьев обсуждал с главой РЖД Олегом Белозеровым. Уже удалось договориться о строительстве трех путепроводов на ключевых региональных маршрутах. В Тимошевске, Славянске-на-Кубани и Краснодаре. С просьбами помочь в этом, как и в Калининском районе, губернатору обращались сами жители. Александра Ванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Калининский район. Больше половины доходов краевой казны в 2018 году потратят на развитие здравоохранения, образования и культуры. Сегодня проект бюджета на ближайшие два года подписал Вениамин Кондратьев. В своем микроблоге в Твиттере глава региона сообщил, что документ отправили на согласование к краевым парламентариям, после чего он должен получить одобрение у самих кубанцев. Проект бюджета Кубани 2018-2020 годов отправили на рассмотрение в ЗАГС собрания. 20 ноября обсуждать его на публичных слушаниях будут уже жители. Главная статья расходов, конечно, социальная сфера. В следующем году на нее пойдет почти 72% всех денег. Повышение зарплаты, согласно майским указам президента, стоит ожидать с медиком, работником сферы образования, культуры и социального обслуживания. Кроме того, с нового года начнут проводить индексацию оплаты труда бюджетникам, которые не попадают под действие указов. В том числе это касается также социальных пособий и стипендий. Сохранят финансирование и всех компенсаций и субсидий для поддержки материнства многодетных семей и детей-сирот. В 2018 году на это планируют выделить около 15 миллиардов рублей. В Сочи дадут старт проекту эстафета флага WorldSkills. Он пройдет завтра в рамках церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. А сегодня флаг международного движения WorldSkills International прибыл из Абудаби. Его встречали в аэропорту. Слово Татьяне Говорковой. Флаг WorldSkills был передан России на церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Арабских Эмиратах. Следующий чемпионат мира примет Казань. Столица Татарстана была выбрана по итогам голосования на Генеральной Ассамблее в Сан-Паулу. Флаг международного движения. Сегодня встречали волонтеры и хранители флага. Казань представляет победительница республиканского конкурса «Мисс Татарстан» и «Мисс Студенчества России» Диляра Елалтынова. Большая гордость и честь за предоставленную возможность. Мы очень рады и встретим победителей на высоком уровне. Я считаю, что это грандиозное мероприятие, которое пройдет в 2019 году на нашей родной земле в городе Казани. Мы неоднократно проводили такие мероприятия. И считаю, что в 2019 году мы проведем все на высшем уровне. «Россия! Россия! Россия! Россия!» Право доставить флаг в Россию предоставилось Константину Ларину. Он завоевал золотую медаль мирового чемпионата в компетенции веб-разработка и был признан лучшим по итогам выступлений национальной сборной. Мы представляли страну по 53 компетенциям. Это полный набор компетенций. И это было сложно, потому что завоевать медали по всем компетенциям, но за третий чемпионат практически нереально. Но мы все-таки заняли первое место в общем зачете, что очень большой результат для России. Сегодня же в Сочи стартовал прием заявок кандидата в волонтерскую программу 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Он пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Оргкомитет планирует привлечь 2200 волонтеров из Российской Федерации и других стран мира. А завтра стартует эстафета флага WorldSkills Казань. Он посетит города, в которых проходили региональные чемпионаты WorldSkills, в том числе и Краснодар. Затем флаг доставят на церемонию открытия мирового чемпионата. В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов глава Сочи Анатолий Пахомов посетил выставку студенческих отрядов и пообщался с их представителями. Тем для бесед было много. Вспоминали времена подготовки к зимним играм и обсудили новые перспективные проекты. Такого количества студотрядов Сочи не видел со времен подготовки к зимним играм 2014 года. Именно молодежь со всей России и даже некоторых стран СНГ внесли неоценимый вклад в строительство олимпийских объектов. Делегация белорусских студотрядов вручила главе Сочи отличительный знак «Лучший командир» и подарила календарь объектов, которые были построены на их родине, в том числе и силами студентов из России. Хотели подарить вам вот такой календарь с объектами в Беларуси значимые. Неформальное общение главы Сочи и представителей студотрядов переросло в серьезный диалог. Стороны обсудили прошлые совместные проекты и дальнейшие перспективы для молодежи. Стоит отметить, что в этой секции Анатолия Пахомова принимали за своего. Во время учебы в институте глава Сочи прошел школу студотрядов от рядового члена до начальника штаба трудовых дел. В свою очередь глава Сочи оценил работу своих юных сотоварищей, да и вообще не скрывал восхищения нынешней российской молодежью. Наши молодые ребята способны создавать роботов, свободные IT-технологии. Мне всегда казалось, что это кто-то делает. Оказывается, они рядом. Это наши российские студенты, наша российская молодежь. Она такая умная, а это значит, что мы будем всегда побеждать. На фестивале у представителей сочинских студотрядов особая миссия. На правах хозяев ребята стараются организовать максимально комфортную обстановку для гостей, а заодно нашли новых друзей. С иностранцами еще не успели подружиться, но собираемся у нас через пару дней. Дружим, мы уже подружились с регионами России, с Москвой, Челябинском, Алтаем и Новосибирском. Вместе с главой города члены студотрядов, которые трудились на олимпийской стройке, вспоминали курьезные случаи тех времен и заявили, что готовы в любой момент бросить все силы на воплощение очередного грандиозного проекта, какими были игры 2014-го. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В рамках фестиваля состоялась и дискуссия на тему урбанистика и экология. О трендах и достижениях в этой области с будущими специалистами говорили ученые и эксперты, в том числе из крупнейшей горно-металлургической компании «Норильский никель». Представители предприятия поделились своими инициативами по улучшению окружающей среды, а также призвали молодых слушателей делиться своими идеями. Среди китов отечественной металлургии «Норникель» – лидер в части внедрения природосберегающих технологий. Компания уже на треть сократила выбросы в атмосферу, перестраивая производство. В ближайших планах реализация уникального серного проекта, который позволит сократить выбросы еще более кардинально – с 35 до 85%. До 2023 года «Норильский никель» вложат в экологию и социальные проекты более 300 миллиардов рублей, отметила вице-президент компании. А еще крупнейший в мире производитель никеля, вкладывая деньги в идеи, особенно молодых людей, считая, что без инициативы продвинутых ребят улучшить экологию в городах невозможно. Они социально активны, они точно станут хорошими политиками, хорошими руководителями предприятий. И поэтому, естественно, любой компании такого уровня, транснационального, интересно привлечь к себе хороших специалистов, которые с горящими глазами. Для нас участие в подобных мероприятиях важно найти новые идеи экологичного производства. В «Норникеле» работает масса программ, рассчитанных на молодежь, не меньше и спортивных проектов. Ими также поделились с участниками главного студенческого события года. В Олимпийском парке на своей площадке помогали гостям окунуться в спортивную атмосферу, в том числе и предстоящей универсиадой 2019 в Красноярске, к генеральным партнерам которой выступает «Норникель». Здесь можно и сфотографироваться, и покататься на лыжах, и в виртуальной реальности, поиграть в хоккей, в общем, все, что угодно. Сфотографироваться в шатре «Норникеля» можно было и с одним из лучших баскетбольных нападающих, семикратным чемпионом СССР Сергеем Таракановым. Так как я ЦСКовец, а сегодня «Норникель» главный владелец и спонсор профессионального баскетбольного клуба ЦСК, поэтому я, естественно, благодарен, так как люблю баскетбол, люблю ЦСК, и одновлагодарен «Норникелю» за то, что поддерживает, это такая большая компания, поддерживает баскетбол, вообще спорт. Генеральный партнер универсиады в рамках фестиваля молодежи в том числе перенимает олимпийский опыт в Сочи, и передает эстафету Красноярску, где в 2019 году состоится первая зимняя универсиада. У двух городов масса совместных образовательных программ, в том числе на базе Российского международного олимпийского университета. Главный же итог такой работы – повышение социальной активности молодежи. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И продолжаем выпуск. В Сочи сегодня на дороге сгорел автомобиль. ДТП произошло около 8 утра на объездной дороге. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части и столкнулся с бетонной опорой. От удара машина загорелась. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Автомобиль полностью сгорел. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. По факту аварии назначена проверка. Задержан водитель, устроивший дрифт напротив церкви в Сочи. Молодого человека привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает сайт «Живая Кубань». Очевидцы сняли на видео дрифт внедорожника напротив храма по улице Виноградная. Роликом заинтересовались правоохранители. Сотрудники полиции выяснили, что нарушитель – 21-летний сочинец. Водитель признал свою вину за нарушение правил дорожного движения. Составлен административный протокол. Подобный инцидент недавно произошел и в Краснодаре. Там водитель устроил дрифт на кольце по улице 40 лет Победы. Живут в нежилых помещениях, нарушая все нормы экологии. Так устроена жизнь в гаражном кооперативе на улице Альпийская. Туда сегодня в очередной раз наведалась комиссия. Полицейские, казаки и сотрудники городской администрации. Итоги проверки у Инги Габешия. Обитателей гаражного кооператива на улице Альпийская сегодня разбудила полиция. Рейд начали в 7 утра, чтобы застать хоть кого-то дома. Цель – проверка документов. Стражи порядка выясняют, на каком основании люди живут в нежилых помещениях. Вы на каком основании здесь проживаете? Я на том, что снимаю в нежилю. Договор. Это все к хозяину. У вас должна быть копия договора. Это все к хозяину. Звоните хозяину, пускай едет сюда. Первые гаражи появились здесь, на Альпийской, еще в конце 70-х. Тогда люди своими подписями в уставе кооператива заверяли, что жить они здесь не будут. Только хранить машины. Но сегодня автомобили хранятся вот так, на улице. А в самих гаражах, которые уже больше походят на многоквартирные дома, живут люди и не всегда благополучные. Сегодня комплексные проверки путем обхода жил массива. Направлены, конечно, на выявление лиц, склонных к совершению преступления. Лиц, значит, ранее судимых. Лиц, которые нарушают миграционное законодательство. Есть информация, значит, по лицам здесь и употребляющим наркотики, есть, значит, информация по лицам занимающихся проституцией. То есть, такие факты уже выявляем, документируем, значит, будем привлекать к ответственности. Хозяева так называемых жилых гаражей активно сдают квадратные метры. Между тем, условий для нормальной жизни здесь никаких. Еще в феврале кооператив отключили от воды ввиду отсутствия канализации. Но выход быстро нашелся. Так, на крышах появились бочки с привозной водой. Другие пользуются пятилитровой пластиковой тарой. Ну, а использованная вода так и продолжает стекать прямо на грунт. Здесь мы работаем действительно совместно с администрацией. Задача – отфиксировать это все, значит, установить лиц, которые это совершают, да, для дальнейшего привлечения их к административной ответственности за данное деяние. Нарушения не только фиксируют, но и тут же устраняют, отрезая жильцов от импровизированной системы подачи воды. Всего только в центральном районе Сочи 68 гаражных кооперативов. И только в гаражах на Альпийской нет канализации. Если верить вот этому объявлению, местные жители начали срочно собирать деньги на ее прокладку. Но когда это случится, вопрос открытый. А это значит, что комиссия здесь появится еще не раз. Инга Габейшая, Ольга Десятого, Максим Кавригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. С 1 сентября этого года, согласно постановлению главы администрации, решению суда услуги по водоснабжению и водоотведению на территории курорта оказывает МУП города Сочи «Водоканал». Следовательно, с этого периода все счета следует оплачивать исключительно данной организации. В настоящий момент МУП «Водоканалом» уже обработано более 50% базы плательщиков города. Столько же горожан получили корректные перерасчеты за водоснабжение и водоотведение. Полностью все данные будут восстановлены до конца года. Даже если вы на квитанции увидели, что у вас выставлены некорректные показания приборов учета, вот не паникуйте. Вот вы взяли, посмотрели, какие у вас показания приборов учета, увидели, какой у вас тариф стоит в графе по водоснабжению и по водоотведению, умножили на количество потребления, которое указано на вашем приборе учета и оплатите ту сумму, которую вы считаете необходимым. Потому что платить все равно надо. Согласно решению дирекции МУП «Водоканал», до полного восстановления базы платежей никакие штрафные санкции горожанам не грозят. Чтобы подать верные показания приборов учета воды, сочинцы могут как явиться лично в Центр оказания услуг, так и передать данные по телефону, указанному в квитанциях, либо на сайте организации, по электронной почте, а также через личный кабинет. К другим новостям. Продолжается осенний призыв в армию. Сегодня состоялась первая отправка сочинцев в ряды вооруженных сил. Чем отличается в этом году осенний призыв от весеннего, расскажет Елена Всецына. Иван Триантофилов, наверное, самый спортивный и высокий призывник. Он из Красной Поляны. Занимается тайским боксом, волейболом, футболом, борьбой. Попал в первый осенний призыв. Как только ему исполнилось 18 лет, сразу же прошел медкомиссию благополучно. Хотелось бы попасть на Кавказ. Все в городах служат, я хочу попасть в горы. Он как бы привык, вырос в горах, в поляне. У нас там горы везде. Ну, хочется всем в горах послужить. На отправку пришли родители, сестры. Никто еще не знает, где будет служить Иван и в какой попадет род войск, но уверенность в нем уже есть. Служить родине идет. Сам хотел, поэтому мы против не были. Все в семье служили. Дед и я. Продолжает дальше он. Чаще всего сочинцы. Служат в ЭДВ, это Новороссийск, в сухопутных войсках, Ростовская область. Идут служить во Владикавказ, Майкоп. Кто-то остается в Краснодарском крае. Увеличилась в этот осенний призыв квота. Если раньше отправляли в армию до 300 новобранцев, этой осенью пойдут служить 423. Со 2 октября начались медицинские комиссии, начались призывные комиссии. Проходят ежедневно. Работа очень большая, работа кропотливая. В первую отправку попало 24 сочинца. Их провожали друзья и многочисленные родственники. Редко, когда проводы обходятся без слез. Мы и рады, и, конечно, горе с маналом. Но этот этап они должны пройти. Только на год отправляют родители своих сыновей. Но независимо от срока службы, проводы в армию всегда проходят достаточно трогательно. С этого дня одни служат, другие ждут. Ребят сначала доставят на сборный пункт Краснодар, потом распределят по разным районам. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника Валиденталь проводит акцию от производителя Брекет-систем. Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам. Скидка от 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.